Для начала, что такое Mountain Blade? Это такая игра, вятки, которые растут из Индии. Под Индией я имею ввиду, что был такой турецкий программист, Армаган Львус и его жена. Они захотели сделать игру своей мечты. Поскольку они были только всего лишь наемными программистами, у них было мало времени, мало денег, но они делали это по вечерам. Неожиданно у них все получилось. И это, наверное, в 1% из 100, когда у людей случается большой успех, в том числе и коммерческий, они смогли, вот так вот работая по вечерам, по ночам, действительно сделать игру своей мечты. Более того, перевести ее на коммерческие рельсы с рельсов чистого энтузиазма. И сейчас они довольно похохатываются, куролесят по Европам, а мы вместо них продолжаем развивать основную эмиссию. Теперь по поводу самой игры. И это экшен-рфг. Рфг, потому что в игре присутствует большая доля отыгрышей. Причем такого отыгрыша в старом понимании этого слова, потому что игрок сам формирует вокруг себя сюжет, и сам наполняет его какими-то событиями, персонажами, взаимоотношениями, потому что мир в Маунтенблейде это песочница, сунтбокс, там строгого стрелайна нету, и игрок может стать тем, кем он хочет. Ну и как, например, не знаю, знакомлю вам серия Total War, там нету сюжета, потому что это стратегия. Но когда-то там в течение недели по вечерам мочишь каких-нибудь, не знаю, австрийцев, ты уже начинаешь наделять их какими-то эмоциями, они начинают тебя бесить, тебе кажется, что у них отстойный флаг, который только специально из омерзительных цветов составил у них омерзительный юнит, и ты прямо вместишься и испытываешь искреннюю ненависть. Так и в Маунтенблейде. С другой стороны, это экшен, потому что это игра с очень хорошей системой фехтования. Ложа руку на сердце, я не помню, в каких еще играх есть такая же или подобная есть система. Может быть, может быть, в очень старой и хорошей игре Blade of Darkness. Кто-нибудь знает, про новый человек, по-моему, в 2000 году там была очень хорошая система фехтования, но там не было лошадей. Лошади это настолько крутая фьюча от игры, что ее даже вынесли в название. Поэтому игра собственно называют Маунт и Блэйд. То есть по-русски примерно можно перевести как конды и оружие. Как раз основная соль игры, что садясь на лошадь, игрок превращается в совсем другое существо. Он не просто мечник или копейщик, он уже конный воин. И это позволяет добиться каких-то очень сильных и забытых эмоций, которые на генетическом уровне где-то в глубине каждого сидят. Поскольку тысячи поколений наших предков скакали по степи и рубили всем головой, какая-то генетическая память об этих событиях имеется. Соответственно, игра позволяет эту память как-то разбудить. И ты начинаешь верить, что вот это действительно ты скачешь на лошади, это вот ты размахиваешь саблей, это вот ты сейчас так ловко подрезал противника, что он с таким приятным звуком оседает в муках и в кровище. И вот такой получается бал момент. Нам эта игра очень понравилась вот этими своими приятными вещами, и мы решили ее всячески дорабатывать. основная игра Mountain Blade, которая по подназванию истории героев, она повествует о неком абстрактном средневековом мире. Можно сказать, что это историческое фэнтези, но фэнтезийного там ничего нет. Все народы, все юниты, все оружие, оно все имеет реальные исторические прототипы, но в полном смысле исторической эта игра не является. нам показалось, что будет интереснее, если мы перенесем все это из некой абстракции про Средневековье в реально существующий мир, конкретно в 17-й век.